Честь для нас, для Крымского симфонического оркестра, состоящая в том, что он включен в состав и объем московского фестиваля. Будем надеяться, что эта дружба продолжится. И завершит программу концерта еще одно сочинение Виктора Ульяновича, гораздо более ложное и емкое в психологическом и философском плане. Это своего рода музыкальное полотно-притча. Впрочем, композитор сам нашел термин для определения цикла подобных произведений. И всем это, в порядке номер шестой, имеет. Это «светосвоны». Если вспомнить то, что композитор дерзко, но убедительно апеллирует апертонами и красками оркестра, то я думаю, что вы очень скоро поймете, в чем именно заключается особенность вот этого термина «светосвоны». В основе произведения лежит тема пасхального тропаря «Христос воскресе из мертвых». Но это только в основе. Произведение разделено на две части, поименованных. Первая – смерть. И вторая – воскрешение. В данном случае смерть – короткое слово, но не мгновенное явление. И первая часть, удивительно, почти кинематографически рисует картину Вершилаевской казни. Холм с воздвинутым на нем крестом и толпу, стоящую вокруг него. Причем вся толпа движена вначале единым чувством. Она даже дышит, одновременно повышаясь и понижаясь. Все в ожидании, одни в ожидании чуда, другие в ожидании смерти. Это вот только Модест Петрович Мусоргский умел сделать это так. Изобразить общий план и затем выхватить отдельные лица, отдельные группы в этой толпе. Вот что мы и услышим в оркестре. Вначале общая тишина, лишь взволнованное дыхание, а затем раздаются как бы реплики. То есть по-разному реагируют люди, стоящие в этой толпе на происходящее. Одни в искренней скорби, другие – заменев в ожидании чуда, третьи – негодуя и откровенно злорадствуя по поводу происходящего. Вначале эти реплики кажутся хаотическими. Но прислушайтесь, это будет слышно только из зала. Вот такая удивительная, удивительная находка звуковая. Они все эти отдельные реплики складываются ритмически в соответствии с фразой. И затем все более нагнетается звучность и накал страстей. И когда они достигают апогея, звучность резко обрывается, знаменуя смерть. И вновь наступает тишина в звуке. В данном произведении каждая пауза тоже является музыкой. Трепет и волнение, ожидание. Наверное, это испытывали люди, которые подошли к склепу и обнаружили его. И затем любопытное вот такое смещение во времени. Можете себе представить это и как картину последнего вечера страстной недели, когда люди приходят в храм. Храм еще не освещен. И вот только теплятся свечки в руках у прихожан, которые зажигают друг от друга. И вот эта вот трепет, тремоло у струнных инструментов, она тоже так передается от одного инструмента к другому, опять-таки повторяя ритмически уже известную нам формулу. А затем она начинает оформляться мелодико-гармонически. Мы уже узнаем хорал, который исполняется в пасхальной службе. И вот сначала такой трепетный, то есть идея уже возникла. Причем у разных людей, но еще не оформилась во всеобщую. А затем тема хорала все более крепее. Новые и новые инструменты включаются в нее, и она всякий раз звучит на тон выше. И еще, то есть охватывает в общем настроении всех, пока она не звучит светло, гимнически, мощно у всего оркеста. А затем у нас стиха из мощности, и все та же тема, нежно и светло, как бы крестелесно. Вновь проходит муче лесты, звенящий, невесомо. Наверное, вот такое мы испытываем, когда действо уже завершено, полная тишина, но там внутри все это все еще продолжает звучать. Виктор Гуляевич, светосгон номер 6, Христос Воскресе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ